мы понимали что игра будет тяжелой для нас с учетом того что вчера предыгровой тренировки ребята посмотрели поле на поле честно тяжеловато конечно и мы предполагали скорее всего что в связи с этими особенностями по футбольному полю что факел будет играть два больших нападающих и мы заранее готовились тому чтобы много передач верхом в зону нашей защиты и в принципе как бы мы были готовы к этой игре но наша задача была даже с учетом нынешнего состояния футбольного поля все равно больше контролировать мяч и проводить быстрые атаки принципе я считаю что как бы план наш сработал где-то но были какие-то огрехи где-то в середине первого тайма когда мы за счет своих неточностей отдали инициативу факелом потом ребята молодцы большое спасибо что они выстояли сейчас такое нелегкое время у нас тоже как бы для футболистов и в клубе большое спасибо за это обиднейшее поражение не как ребята скажу что не должны были проигрывать эту игру в сложнейших условиях старались играли и смотрелась игра и преимущество было определенное все но все решает эпизод у них был один эпизод они его использовали у нас было три момента мы используем что выиграть нужно забивать а так я благодарен ребятам за настрой за отдачу за за все но никак они не не заслуживали этого поражения короткий комментарий где резерв брать мы говорим постоянно что команда не вылетит на другой страны все ближе 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 за счет чего уже кажется все уже патроны кончились и еще не нет ну патроны никак не могут кончиться мы сыграли только четыре тура второго круга до 42 игры еще здесь и после зимней паузы 14 игр играть еще 14 всех ну скажем так с конкурентов которые мы ведем борьбу за сохранение команды футбольной национальной лиги мы принимаем практически всех дома практически всех дома есть проблемы у нас большие проблемы с на сегодняшний день у нас в лазарете оказалось у нас мы играли вы видите лукьянов не смог принять травма у него после искусственного поля и кроножные мышцы за температуре 38 температура у шарифе двух фланговых игроков нету поэтому тут молодой ростомян играл и ника чкапеля на флангах играли плюс садов мог бы усилить здесь на фланге после травму уже восстановился он все спина у него прихватила все рецепт один вы говорите внутреннюю но только внутренние резервы внутренние резервы откроет нам в трансферное окно до заявку ясно что нужно усиливаться нужно усиливаться то что ребята стараются хотят все у меня язык не повернется что они не хотят они но хотеть этого мало нужно еще уметь иметь уровень определенного мастерства соответствующая лиги соответствующая лиги еще раз повторяю у нас многие ребята нету опыта выступления на на уровне лиги плюс еще и кадровые проблемы те ребята которые поопытнее немножко да только только сейчас две игры эти достойно сыграть добиться как результата чтобы разрыва не было разрыва большого все и готовится к весенней части и усиливаться нужно усиливаться мы постоянно у нас такой тез у всех что мы играем для зрителей однако мне кажется вот проводить выходные дни матча в такое время это сделать все чтобы люди на футбол не пришли почему не ты и почему не в 4 от кого это зависит кто это определяет определяет время до какому я определяю время время связано с тем что с режимом питания с режимом подготовки плюс плюс допустим в данной ситуации может быть мне казалось допустим и с доктором мы советовались на эту тему плюс 4 часа у них есть какие-то нюансы которые мы тоже учитываем как Владивосток начинает играть в 8 часов утра так и мы здесь учитывали что плюс 4 по сибирскому времени это 10 часов 10 12 часов какой-то какой-то здесь чисто физиологические какие-то физиологические моменты мы учитываем потому что ну учитывая ну видите как одна одна атака удар проигранная игра тут можно сейчас говорить о чем угодно да все но есть психологическая команда состояние команды психологическое они хотят очень хотеть я же говорю еще этого мало нужно еще мастерство иметь потом организационные моменты тоже имеют место быть все нервозность какая-то определенная конец этой части тоже это влияет на состояние ребят коллега ваш на поле тяжелая спасибо ну поле действительно тяжелое увидите что и тем не менее тем не менее мы последние минуты последние минуты когда уже дал команду чтобы высокорослый туда осипенко шел с учетом того что он может сбросить там навязать борьбу головой да все а так конечно тяжелое созидать на нем разрушать проще чем созидать да но тем не менее мы пытались играть футбол и так игра в принципе смотрелась да и ходы были интересные моменты создавали реализация 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 это конечно это уровень мастерства это уровень мастерства но в ситуации при счете 00 как вы считаете должен был серьюк реализовать этот момент тем более по такому полю там в любой угол на исполнение должно должно делаться все перекладина в первом тайме до момент это были но моменты не считаются считаются забитыми к великому сожалению поэтому мы и меньше всех в лиге забили забили создаем а реализовать не можем это уровень мастерства уровень мастерства фланговая атака передача не в ту точку которая нужна до ближнего попадаем срываем атаки такие нюансы много много нюансов которые объясняем требуем все но пока пока такая картина это уровень мастерства а